Сегодня состоялось заседание Высшего Совета Безопасности. Вопросы, которые на нем обсуждались, они не просто важны, они определяют курс страны на будущие годы. Как выяснилось, сегодня это энергетическое, экономическое, финансовое и другие виды безопасности страны и ее граждан. Уже сегодня эти вопросы подхватило правительство, а завтра это сделает парламент. Так что же такого важного обсуждали в президентском дворце? Я рассчитываю получить ответы у моих гостей. Вы смотрите Дело Принципа. Меня зовут Людмила Бельченкова. Здравствуйте. Сегодня у меня в гостях вице-председатель парламента Александр Слуцарь. Добрый вечер. Добрый вечер. И депутат, представляющий партию социалистов Гаяк Вартаняновым. Здравствуйте. Добрый вечер. Давайте начнем с кролла, тем более что вы председатель этой комиссии, которая разбирается с банковскими мошенничествами. Вот сегодня, сразу после заседания высшего совета безопасности, президент говорил об этом. И фраза, прозвучавшая, привлекла к себе внимание, что ни Нацбанк, ни Генеральная прокуратура не подтвердили тот слив в отношении кролла-2, в списка бенефициаров. Скажите, пожалуйста, вы вообще получили, как было обещано в комиссию, или еще не получили те самые документы? Какие документы? Которые голубем вам предлагались? А, нет, ну я... Голубь не долетел. Голубь не долетел, мы переживаем то, вот всегда о судьбе животных, теперь это голубь. Ну, я так понял, что у нас самый главный человек, который хорошо умеет разговаривать с птицами, это господин Усатый. Его птицы летают туда-сюда, но до нас они почему-то не долетели. Поэтому в секретариате, нигде в другом месте в парламенте я не нашел документов, которые он опубликовал. Поэтому мне очень трудно сказать, насколько они достоверны. По косвенным признакам я могу сделать какие-то выводы, но опять же у меня нет ни официального подтверждения или опровержения со стороны кролла и нет такого же вердикта с прокуратуры. Хотя сразу же после этого, как только был этот слив произведен, мы скачали это, сделали демерс в прокуратуру, написали в кролче посредством Национального банка, приложили то, что было опубликовано, но ответа у нас пока нет. А в каком направлении вы будете двигаться? То есть вы как-то запросили реакцию кролла на это все? Да, кролла в прокуратуре, я хочу знать, я не знаю, выскажутся ли они, насколько я понял, у меня есть неофициальное общение с кроллом. Насколько я понял, кролл был, ну как бы мягко сказать так, чтобы никого не обидеть, был очень удивлен этим сливом. И сейчас самые большие проблемы, претензии кролла к прокуратуре. Я не знаю, что говорит прокуратура, но кролл прекрасно понимает, что этот слив, он мог произвести только из прокуратуры. Неважно, был ли он напрямую к усатому, если это подлинные документы. Был ли это через Плохотнюка, там он говорит детективную историю, как он там эту флешку по ночам ему выносили. Я не знаю как, но в любом случае Плохотнюк мог только из прокуратуры получить это. В любом случае это прокуратура. И в кролле не понимают, ну для них вообще это нонсенс, они не понимают, как устроено захваченное государство. Они говорят, мы 22 марта 2018 года отправили список прокуратуре. Мы ожидали следственных действий, мы ожидали, что нас позовут для того, чтобы поговорить о том, как мы будем искать эти деньги, как мы будем возвращать то, что можно сейчас вернуть. Ничего этого не произошло, никаких следственных действий мы не увидели. Никого из этого списка мы не видим, чтобы как-то они следят тоже за этим делом. Все, что способна прокуратура, это передавать или продавать вот эту вот информацию непонятно кому. Поэтому наша репутация на уровне взаимоотношений международных с кровом пострадала сейчас. Вот эта ситуация с неподтверждением этой информации, вообще с этим сливом, господин Бартанян, не является ли это все-таки попыткой как-то повлиять на следствие? Человек вначале как бы вроде объяснял это все своими добрыми такими пожеланиями, но вот почему мы пришли? Ну смотрите, вот сейчас как раз прозвучало 22 марта 2018 года. Значит, что мы имеем? Мы имеем еще в прошлом году, в начале прошлого года, практически весной, мы уже имеем список людей, среди которых были руководители, руководство Демократической партии. Первое. Это подтверждает то, что прокуратура прикрывала действия бывшей власти. Это важный момент, который мы должны понимать. Раз. Два. По поводу сливов. Разные теории, в фейсбуке ходят и в социальных сетях, в новостях разные аналитики пишут по поводу того, все-таки каким образом господин Усатый получил эти документы и как он их представил. Мы помним до этого слитые разговоры с представителями Демпартии о том, что Усатый был готов как бы представить. Сотрудничать или, скажем, мягко. Да, да, да. Но он просил какую-то фактуру, чтобы ее сливать. Я думаю, лично я думаю, мое личное мнение, что люди понимали, те, кто владели информацией, они понимали, что в любом случае этот список рулера рано или поздно появится. В ближайшее время. Он как бы, ну, время уже подходит. Все к тому идет. Все к тому идет. Ну, не смогут они сдерживать это как можно больше. И в какой-то момент они решили, наверное, кто-то решил сам Усатый, Усатый с кем-то и так далее. Решили на этом сыграть и поднять себе политический рейтинг. Поэтому, что касается два слива, это банальный, кто-то пытается решить свои политические вопросы. К сожалению, как сказал господин Слуцар, я полностью согласен, в итоге страдает репутация, как бы, даже не репутация, а, ну, это, как говорится, все-таки не очень красиво, когда у нас есть правительство, у нас есть парламент, парламентская комиссия, у нас есть прокуратура, у нас есть целый ряд официальных структур, которые не могут получить эту копию, да, копию. А тут выходит человек и тут нашел у себя флешку, которая у него валялась, как я понял, там, полгода, он случайно, вот, ее вспомнил, как будто бы, и голубь им посылает. Все-таки давайте разделять, вот, часть шоу и политического процесса, там, кто-то пытается себе рейтинги повышать и напомнить о себе вообще, да, в политическом плане. И официальную часть, официальная часть идет вперед, и я, как понимаю, с каждым новым заседанием парламентской комиссии, с каждым новым заслушиванием, все новое, новая информация появляется, новые люди приходят, это хорошо. Что касается прокуратуры, так же процесс идет, там, и на законодательном уровне, и на уровне общественного мнения, то есть тоже дела в прокуратуре, мы надеемся, что все-таки будут идти вперед. Поэтому это два параллельных процесса. Мы отделяем политический процесс, пиар, шоу, цирк, как вы хотите назвать, и процесс официальный, он будет идти вперед, и, как я уже говорил неоднократно, и с парламентской трибуны, и в других новостях, что рано или поздно, в любом случае, если мы не сможем вернуть значительную часть денег, в любом случае, я уверен, что одни из главных людей, которые осуществили всю эту схему, они будут наказаны и возвращены обратно домой, экстрадированы в Молдову. Господин Вартанян, ну, понимаете, вот разнятся оценки по поводу возможности вернуть на сегодняшний день, мы вот разные цифры слышим, и 15%, говорят, и 20%. Оптимистичнее всего на эту ситуацию, насколько я понимаю, все-таки смотрит президент, он в интервью нашему телеканалу, он сказал так, что можно вернуть значительную сумму, значительные средства, потому что если покопаться в активах этих людей, которые этим занимались, господин Слуцарь, как полагаете, вы рискнете цифру назвать, сколько вернет? Я не рискну цифру назвать, после того, как я общался с представителями Крова, я привык вообще верить профессионалам, они занимаются этой темой 4 с чем-то года, можно как угодно относиться, кто, как это было сделано, но я и в этом отчете, и в беседе с ними, я почувствовал серьезный профессионализм, и даже они больше болеют за эту проблему, чем наша прокуратура. Они сказали, что они в следующий раз приедут, только если будем обсуждать возврат этих денег, больше их ничего здесь не интересует, потому что они убедились о том, что был саботаж 4 с половиной года. На наш прямой вопрос присутствовал там и представители партии социалистов и блока АКУМ, как вы видите это, они сказали, что если бы в 2015 году по горячим следам сразу началось бы расследование, то мы бы могли вернуть очень значительную сумму. Они не назвали процент, но речь идет о большой сумме. Сейчас они оперируют цифры 15-20%, не мы, не политики, а они как агентство детективно оперируют 15-20%. Мы задали этот вопрос по поводу вилл, по поводу имущества, которое было куплено. Они говорят, да, это теоретически и практически возможно, но с каждой минуты шансы уменьшаются, потому что все эти активы, они, в чем они говорят, в 2015 году даже если эти деньги выведены из страны и тут же что-то куплено, можно было сразу наложить секестр на все это и сразу же вернуть. За 4 с половиной года это имущество могло пройти уже 5-6 рук, оно могло уже получить там несколько типа добросовестных покупателей. Нужно больше искать, нужно больше смотреть, нужно больше затрат на адвокатов, нужно больше, чтобы проследить эту трассабилитацию, прослеживаемость всей этой цепочки. Поэтому они настроены более скептически, но говорят, что если мы еще будем тянуть, мы и этих денег не увидим. Давайте что-то делать, давайте работать. Может быть не 20%, может быть 30%, может быть больше. Есть наши правоохранительные органы. Я не специалист, профессионал в этом. И я верю, что возможно можно вернуть, опять же, если следовать теории господина Китрару, что часть денег здесь и правильно это связать, и доложить арест, и посмотреть где что, и посмотреть особняки, посмотреть активы. Но я смотрю, что с Пинфаром и Инвестом произошло, активами Плохотнюка. Он их перепродал быстренько, заранее, понимая, что это вот, как дальше будет, можно ли это вернуть. Я надеюсь, что все это можно вернуть. Но я понимаю, осознаю и должен быть честным, что за 4,5 года мы много потеряли. И сейчас для меня, например, я очень хочу, чтобы мы вернули как можно больше денег. Но самое главное, чтобы мы пожизненное заключение дали всей этой группе мерзавцев, а их, к сожалению, все больше и больше открывается в этой комиссии, которые нас обворовали. Не буду сейчас определять никого под вашим эпитетом мерзавцев, но давайте так, вот комиссия на сегодняшний день работает, и вы делаете заявление, которое все-таки будоражит наше общество. Смотрите, вы сделали заявление по поводу Влада Филата. Не знаю, правда-неправда, но вы сказали, что он заблокировал решение по спасению банка Деэкономии в 2013 году. И по политическим мотивам. Говорили такое? Что заблокировал? По политическим мотивам я не помню. Вот до нас дошла такая информация. Нет, что заблокировал, это очевидно, и я сегодня лишний раз убедился. Конечно, он это делал не один. Я вышел с этой теории, которая подтверждена документально. Просто сегодня человек выступает, он свое мнение излагает. Он говорит, что виноваты все, кроме него. Но факты, документы показывают совершенно другое. Это был сговор так называемых политических элит. Я не устаю повторять это. Это был сговор на уровне парламента, это был сговор на уровне правительства. И вот сегодня, когда мы заслушали господина Рейдмана, у меня сложился последний элемент пазла. Я понял, как они это все юридически, технически провернули. Так, чтобы как бы и юридически можно было не отвечать за это, постарались так сделать. И чтобы в то же время на что-то ссылаться. Вот этот вот отчет комиссии, возглавляемый господином Рейдманом, но он настолько цинично сделан, настолько хитро, настолько мне понятно, что это было согласовано, что просто волосы дыбом встают. Как можно было допустить вот такую вещь? Вы понимаете, ведь мы опросили более 10 человек, которые занимались так называемым конкурсом по подборке инвесторов, когда в 2013 году государство потеряло контрольный пакет. Все они как один говорят, что мы руководствовались вот этим отчетом. Вот тут было три рекомендации нам. Одна национализация, вторая за счет дебиторов государственных предприятий, и третья ровно то, что произошло, с 56% до 33%. И мы вот все время, это для нас была Библия, для этого мы гид был для нас. Но когда читаешь этот отчет, и когда ты доходишь до раздела рекомендации, ты понимаешь, в чем здесь самый большой подвох. Весь этот отчет, он посвящен, он должен был быть посвящен еще и ситуации в финансово-банковской системе. Да, он так назывался. Да, но господин Реймонд сказал, что до этого мы не дотянули там в 2013 году. По ряду причин я не совсем понял, какие это были причины. Но в общем-то отчет весь сконцентрирован на оценке менеджмента Бема и ситуации с кредитованием. Здесь не дается оценка райдерским атакам 2011 года, что делала группа Платона в 2012 году, как у нас было два разных общих собрания, как они пытались взыскать с государства полтора миллиарда леев. Ничего этого не дается. Здесь оценка менеджмента Бема. И дальше, когда доходит до рекомендаций, это вот самое страшное для меня. Я вот сегодня понял, в чем до конца, понял, в чем фишка. Это даже не, они даже не называют это рекомендацией. Три варианта, которые мы теоретически обсуждали. Теоретически они обсуждали эти три варианта. А дальше уже идут рекомендации. Вот дальше уже, вот они. Вот дальше идут рекомендации. И какой вариант был взят? И рекомендации, нет, так самое интересное, рекомендации эти касаются только улучшения менеджмента. Что нужно делать, чтобы менеджмент Бема лучше работал. Более того, после этого они этот отчет, они утверждают постановление парламента. И если вы это постановление опять же прочтете, там нигде не написано, что этот отчет обязателен к исполнению. Там написано, что утверждается отчет, отчет посылается правительству Национального банку. Точка. Для чего? Чтобы они не забыли, как выглядят буквы в этом отчете или что? Ничего не сказано. А вот то, что обязывается правительство, здесь несколько пунктов, которые опять же касаются чисто технических вопросов по улучшению менеджмента. То есть юридической нагрузки этот отчет, эти три варианта не несут. И они не носят даже характер рекомендации. Это просто, ну как бы так помягче сказать, собрались, поговорили теоретически. Вот три варианта у нас есть. А, ну давайте, вот три варианта. И все. Но когда оно дошло до правительства, все чиновники правительства взяли за основу это и сказали. Вот мы, почему вы это делали? Почему вы не использовали? Вот был вариант бюджетного финансирования, капитализация банка и последующая приватизация, если хотите. На этом настаивал МВФ, на этом настаивал Мировой банк. Там были разные варианты. Но вы, почему вы не рассматривали? Минфин на этом настаивал. А мы все взяли за основу вот этот отчет. Вы понимаете, какую карусель они сделали? То есть здесь этот отчет, он вообще о другом. Его можно, 99% этого отчета никак не связано с тем, что дальше произошло. Включили один абзац с этими тремя вариантами абсолютно не юридического характера. Сделали постановление парламента, где ничего не сказано об этих трех вариантах. Послали этот отчет в правительство. А правительство взяло за основу именно вот этот вот абзац. И за несколько месяцев государство потеряло контрольный пакет. Это преступление. На мой взгляд, это преступление. Его надо просто очень правильно расследовать на предмет преступной халатности. Потому что нет юридической базы. Это тщательно задумано заранее. Да, это тщательно задумано, продумано на уровне парламента. Сегодня мы для себя узнали, что этот отчет, он очень долго, несколько раз переделывался. Были разные предложения. Были предложения от представителя каждой партии. Видимо, они советовались со своими политическими лидерами. Господин Рейден показал черновики с маркерами. Как и что на просьбу господина Головатюка передать нам эти черновики. Он категорически отказался. Господин Головатюк был в недоумении, почему вы не передали эти документы в комиссию. Он сказал, что это не официальные документы, это черновики. Я не обязан был. Черновики остаются у меня, я вам их не передам. Вот так вот. Если у господина Слуцаря как-то пазл уже сложился, то вы в этом деле что нового для себя стали узнавать? Я не являюсь в членом комиссии. У меня, к сожалению, пока еще всей этой информации нет. Но из того, что я слышу, из того, что я знаю, хочу подтвердить несколько вещей. Первое, что действительно ребята очень сильно готовились. И это схемовики, которые везде проводили свои схемы. И они их подготавливали много-много, несколько лет подряд. Это первое. Второе, это ребята, у них была фантастическая координация всех ветвей власти. Во всех схемах. Начиная, то есть парламент, правительство, нацбанк, политические партии, кто в этом участвовал, лидеры. Они все фантастически все координировали. И все обставляли так, чтобы это было, выглядело как законно. Я уже неоднократно говорил эту схему по Молтелекому, когда для того, чтобы объявить Молтелекому монополистам, снять НДС и потом через офшорные фирмы свои же просто накидывать, в два раза увеличивать минуты, которые входят. И просто на офшоры с каждой минуты капли десятки центов. Там миллионы просто шли. До этого, чтобы это произошло, они убрали НДС в парламенте. Мы даже знаем имена депутатов, которые это делали. Я думаю, до этой схемы еще дойдет. То же самое было здесь. Которые инициировали, что очень важны вот эти вопросы. Подготовка, сумасшедшая подготовка, сумасшедшая координация. И самое главное, вот как раз то, что подтвердил господин Слуцарь, они это все обставляют так, чтобы с себя снять ответственность. То есть парламент выходит с отчетом, который дает как бы рекомендации, но представляет это просто как мысли. Просто мысли, которые можно брать, можно не брать. Правительство принимает во внимание отчет, но говорит, что им можно не пользоваться. А дальше, что пошло дальше уже в исполнении этот отчет, не на столбе бумаги правительства, а на столбе то, что там написано, которое не является. То есть все три, грубо говоря, все три власти, нацбанк, парламент, правительство, все, никто на себя не берет ответственность, но тем не менее процесс пошел. И как бы формально все прикрыли свое одно место. И вот это стиль этих схемовиков, которые работали, чтобы, а, обставить все по закону, б, сделать так, чтобы к тебе не могли прицепиться, чтобы не могли перевести ответственность от другого. Как вот сейчас мы видим, вот Филат и другие говорят, я не виноват, это все вот эти ребята виноваты, друг на друга кидать. Но в конце концов мы все понимаем, и как мы начали с того, кто, в принципе, вот эти все ребята. Понятно, что все это проходило при очень хорошей координации, как минимум трех людей. Плохотнюка, Шора и Филата. Я лично для себя как бы это давно уже решил. Я думаю, минимума. Ну и целые плеяды людей, которые обслуживали всю эту схему. Я думаю, так. Вы согласны с таким впечатлением? Я плюс-минус. Мы немножко преувеличим. На мой взгляд, у меня еще нету. Остались несколько нюансов, которые нам надо подтвердить. У меня нету еще нескольких документов. Но роль Шора, ну это был полезный идиот. То есть это было просто, человеку сказали, вот сегодня был Берка, зампредседателя. Он был долго зампредседателя Совета Банка. Потом он был исполняющий обязанности. И там просто тупо, вот в ноябре месяце, они вывели 2 миллиарда. И мы его спрашивали, как он выдавал эти кредиты. Он с мая месяца 2014 года, как стал исполняющим обязанности, отказался подписывать. Ни один кредит не был им подписан. Ни каравити, ни этого. Мы сегодня его спрашивали. Но самый флукс, каравит это был июль-август 2014. Но самый флукс был в ноябре 2014 года, когда они уже знали об этой гарантии. И он говорит, что... Открылся кран. Я сказал, я ничего подписывать не буду. Эти кредиты невозможно будет вернуть. То есть Шор знал мое мнение. Он сказал, ну хорошо, черт с тобой. Ты мне только быстрее приноси все бумаги на подпись. Он это подтвердил. Единственное, я действительно обходил всю стандартную процедуру и быстро тащил им на подпись. Там было 5 человек в Совете. Два представителя государства не приходили. Было 3 человека. Еще был Иван Урсу и Станислав Будзе, насколько я понял сегодня. И эти трое за несколько недель вывели все, что могли из БЕМа. Но Шор не мог придумать эту всю схему. Шор был просто полезным идиотом. Ему сказали, делай что угодно. Ну вот называли фамилию Яралов. Вот. Я могу сказать, что это было безусловно Плохотнюк, Филат. И вот почему я хочу посмотреть. Вот это вот когда господин Яралов, потому что господин Лазар не дал мне ответа на этот вопрос. Я хочу посмотреть, когда он был советником в Министерстве экономики. Если совпадет срок с этим периодом, когда была дивализация, тогда все встает на свои места. Тогда мне все понятно. Даже если не совпадет, не обязательно. Не, но надо быть держать. Потому что понимаешь, Стас, я сегодня что понял. Они подло просто, очень подло подставили. Вот несколько человек сделали козлами отпущения. Они не приняли на основании этого отчета, который не содержит юридической базы для того, что они сделали. Они отправили в правительство. Правительство не приняло на себя ответственность за это. Они отказались, хотя Негруц настаивал, чтобы это было постановление правительства о потере пакета контроля. Они отказались. Они сделали какую-то комиссию, конкурсную, закинули туда несколько замминистров. Дали им указания. Министр экономики. Он на слушании сказал, что я получил этот отчет. Я посмеялся на два варианта. Третий я понял, что надо выполнять. Из чего он сделал вывод, что его надо выполнять. Я, например, совершенно не... Если бы я прочел, я бы... И мне бы сказали, делай вот эти вот варианты. Я бы подал в прокуратуру. Если бы на меня кто-то попытался оказать давление. Он понял, что надо это делать. Так он сказал. Но, с другой стороны, он понял, что сам он не должен это делать. Он вызвал замминистра. Филат вызвал другого замминистра финансов. Еще там они понабрали несколько чиновников. Сделали эту комиссию. Комиссия приняла решение. Ее не утвердило даже правительство. Когда в комиссии стали возмущаться, вот здесь, где прокололся Филат, когда в комиссии несколько человек из Минфина стали возмущаться, остальные молчали. Они вообще, вот у нас были на слушаниях, сказали, мы выполняли указания. Вот было постановление правительства, но нам показали. Вот был Национальный банк, но вот был отчет Рейдмана. Все, мы все сделали. Дитселя возмустился замминистра финансов. Тогда его вызвали напрямую к Филату. И Филат сказал, что вот есть отчет, вот есть три варианта. Из трех вариантов есть только один вариант. И не рыпайся. Вот эти показания господин Барбанягра письменно предоставил. Александр, я к чему говорю, что есть, конечно же, мера уголовной ответственности, есть мера моральная и политическая ответственности. Уголовную я не могу оценить здесь, к сожалению. Поэтому нам тяжело как бы здесь мерить вину. Например, Шор, Ярала, Филат, Плохотнюк, Драгуцан, Канду, его фирмы и так далее. То есть понятно, что эти люди знали. А когда ты знаешь и ты участвуешь, это то есть ты именешь ответственность. Нет, понятно, вина будет персонализирована каждого. Я как бы не хочу сейчас говорить, что больше кто меньше. Я последний человек, который будет выгораживать Шора, боже упаси. Я к тому говорю, что он эту схему... Понятно, что его использовали как инструмент. Его использовали как инструмент. Он был инструмент, с которым работали. Его в октябре... У них что-то пошло не так. Я уже говорил об этом. Сначала шел Платон по этой схеме. В октябре 2012 года что-то произошло. Это тот же момент, который я хочу понять. Почему Платон вышел из этой схемы тогда. И передали на Шора... А вы не хотите пообщаться с Платоном? Мы рассматриваем всерьез этот вариант. Пока решение на уровне комиссии не принято. У нас еще есть ряд лиц, которых мы должны заслушать. Но есть такая возможность, да, юридическая? Парламентская комиссия... Парламентская комиссия может заслушать кого угодно. У нас есть определенные ограничения по прокуратуре. Мы не можем заслушивать прокуроров, судей. То есть они не приходят к комиссию. Любого другого человека мы можем заслушать. Тут надо подумать технически, как это сделать в Пятеницаре. Но решение еще не принято, повторяю. Мы серьезно анализируем сейчас, потому что есть предложение в комиссии это сделать. Но мы пока окончательного решения не приняли. Но вот просто одна реплика по поводу того, что был ли он советником или нет. В любом случае, необязательно все-таки быть советником, чтобы придумывать схемы и координировать. Как мы знали, что у нас был один политик... Понимаешь, Стас, тогда надо было держать руку на пульсе. Все шло же. Они начали с 21 июня и закончили 2 августа эту эмиссию. Это было полтора месяца. Я знаю, что человек должен быстро держать. Если он там не находится, если он там не ходит в процессе... Возможно, были другие люди, которые помогали держать. Не думаю. Ну, ладно. Это то, что мы еще не знаем. Я просто приведу пример. Господин Плохотнюк тоже государственных должностей, в принципе. Мы знаем, что он... Как построишь, как говорится, он везде расставлял людей. Господин Лазер не был тем человеком, на кого он мог положиться. Господин Лазер уклонился от выполнения этого задания. Я думаю, что... Я слышал его заявление. Я думаю, он прекрасно понимал. Он сейчас придумывает это вот. Я слышал его, что... Да не было задумано это кража. Это не была кража. Это невозможно. Да невозможно. Как же люди могут вступить в контроль за банком и потом убить своего ребенка. Ну, это просто для... Господин Лазер, можно говорить о его ответственности, моральных каких-то качествах, но он никогда не был дураком. Это же когда... Тем более в сфере экономики и финансов. Когда ты берешь под контроль банк за 85 миллионов леев с дополнительной эмиссией и 600 миллионов лей субордонированного кредита, тоже из средств БЕМа, которые ты провел через несколько своих банков, заложив в БЕМу свои же акции в другом банке, и после этого выводишь 3 миллиарда леев. Это 3 миллиарда долларов из банковской сферы. По-моему, понятно, при чем тут ребенок, при чем тут какое-то убийство. Можно было сказать в качестве контраргумента, тогда бы никогда не было родителей-убийц. Мы все-таки знаем, сколько уголовных дел вообще по этому поводу было заведено, в том числе, кстати, в Молдове. Ну ладно, не об этом. Мера ответственности депутатов, знаете, когда она будет проявляться? Вот сегодня об этом после заседания СОВБЕ заговорил президент. Он сказал, что рассматриваются вопросы снятия депутатской неприкосновенности. У меня к вам два в этой связи вопроса. Первый. Будут ли это люди, на ваш взгляд, которые есть в этих отчетах? Вот КРОЛ-1, КРОЛ-2, список бенефициаров, либо это будут еще неожиданные какие-то фамилии. Как вы полагаете? Это первый вопрос. И в отношении депутата Мельника. Ну вот смотрите, фамилия-то фигурирует, а человек объясняет свой отказ от мандата тем, что он не может в таких условиях исполнять свой депутатский мандат. Я просто обалдела. У нас были разные причины вообще, как депутаты уходили из парламента. Но вот это я впервые прочла. Нет у меня условий. Раз нет условий, все, я обиделся. Не знаю, как вы, Людмила, а я больше всего переживаю за проднестровских избирателей теперь. Я даже не знаю, что они будут делать. Я боюсь, что 10 тысяч избирателей придут сейчас в Кишинев и будут требовать, чтобы он не складывал свой мандат. Я вот этого больше всего боюсь. Я хочу сдачу из 10 тысяч, которые, как, не знаю, хотел сказать, кого привезли. Не хочу, потому что они люди. Не надо. Привезли туда, хотя бы 10, если запомнили фамилию, за кого они проголосовали тогда. Поэтому, ну... Поэтому отсюда мораль. Нужен депутатский мандат честным образом, да, непременно завоевывать симпатии. Независимый депутат, от которого никогда ничего не зависело. Я хотел бы добавить на поводу того, что насчет депутатских мандатов... Да, вот сегодня же все предполагают, кто бы это мог быть. Все ждут, все общество ждет справедливости. Все общество ждет, что исполняющий обязанности генпрокурора... До этого ждало, что генпрокурор, но, очевидно, генпрокурор уже не придет. Посмотрим, если исполняющий обязанности генпрокурора, в принципе, в ближайшие дни придет в парламент. Что касается, кого он может кто-то забрать с собой на беседу. Долгосрочно, долговременно. Опять-таки, на обывательском уровне, если говорить, я не прокурор, я не человек из системы прокуратуры, но если посмотреть в Кролл и посмотреть на депутатов некоторых фракций, то можно сверить эти два списка, есть, но можно найти совпадение. То есть на обывательском уровне, конечно, понятно, что в первую очередь, наверняка, это должны быть как раз именно те люди, которые, фамилии которых в Кролле. Это было бы логично. Но, опять-таки, Кролл это хорошо, Кролл это аналитика, это данные расследования. Но в любом случае, по-хорошему, все-таки должны идти дела согласно Молдавской конституции, согласно закону, юстиции и так далее. То есть, согласно следствию, я уверен, я не знаю, но я уверен, что в Генеральной прокуратуре в рамках следствия по украденным миллиардам долларов есть имена и среди них есть имена тех людей, которые сидят в сегодняшнем парламенте. Я вот даю голову насыщение, что есть эти имена. Я надеюсь, что в ближайшие дни за этими, как минимум за этими именами придет прокуратура и потребует снятия иммунитета, за которые мы 99% с удовольствием проголосуем, потому что будут предъявлены доказательства, в том числе со стороны прокуратуры, не просто Кролл. Но я не исключаю, что могут быть и имена, которые не сидят в парламенте, потому что есть целый ряд чиновников, высокопоставленных экс-чиновников, которые действительно проводили эту схему, призывали в жизнь. Господин Сусарь, все ли депутаты с вами сейчас здороваются одинаково? Или есть такие, которые особенно, как сказать, приветливы? И вы опускает глаза, я на этом зацикливаюсь. Есть ряд депутатов, с которыми я не здороваюсь. Я, уже имея те материалы, которые есть, как гражданин, как депутат, не имея права делать юстицию на телевизоре, но мне абсолютно понятно, ну, по крайней мере, человек 6 плюс 2, 8 человек, я как минимум вижу, ну, есть все основания для того, чтобы требовать снятия депутатской непрекисновенности. Ну, скажите, если господин Бырко рассказывал, как за месяц ШОР волевым решением, в нарушении всех процедур, выводил огромные деньги из банка, неужели вы думаете, что прокуратура этого не знает? Все понятно. Если в Кроле опубликованы фирмы, кроме одного депутата фракции ШОР, там фигурируют фирмы, эти люди, практически все эти депутаты, неужели прокуратура этого не видит? Если все гражданское общество задает вопрос, как можно было выдать гарантии на 9,5 миллиардов лей, о которой тут же узнали банки и начали выводить эти деньги, и не поставить в этих трех банках государственную администрацию, которая бы тут же запретила, если даже вы выдали эти гарантии, тут же бы запретила бы любой вывод капитала из этих банков, и зная, что 80% денег вывели именно после этого, и зная, кто принял это решение, и что это как минимум преступная халатность, что это злоупотребление служебным положением, не зная, какие статьи, и все знают, кто продвигал эту схему. У меня есть протокол Совета национальной финансовой стабильности, кто выходил с этим, кто говорил, что есть фильтры, кто подписывал это постановление. Если мы это знаем, если это все есть в открытых источниках, если все это понятно, в прокуратуре это все давным-давно есть. Более того, синтеза из прокуратуры, которую я получил, даже вот от того Харунжина, который ничего не делал, там было написано, вот эти вот все действия или бездействия высших должностных лиц были перечислены начиная с 2012 года, и в конце сказано, что все действия этих чиновников рассматриваются с точки зрения 329-й статьи Уголовного кодекса. Преступная халатность, если я правильно помню. То есть, они там это, даже они зафиксировали этот вопрос. Как только появится хоть малейшая, малейшая воля, это не политическая, а юридическая воля в этой прокуратуре, политическую мы продемонстрировали за них в три раза больше, чем нужно даже. Но как только она появится, я глубоко убежден, что в парламент, ну за день, за два должны прийти и потребовать поднятие депутатской неприкосновенности с восьми человек как минимум. Это интересная цифра, она впервые вот названа. Ну, это мои подсчеты. Я понимаю. Это то, что я посчитал. Я, то, что сказал ТАС, абсолютно согласен. Многих вещей, может быть, я еще не знаю. Есть какие-то данные, которые я, исходя из тех источников, которыми я располагаю, и они в открытом доступе. Они есть, они у меня не закрыты, не секретные, вернее, не секретные, но их знает СИС, их знает прокуратура, их знает Центр по борьбе с коррупцией. Если мы, ну, эту тему уже подходим к концу, именно по этой теме заканчиваем, я хотел бы подытожить, что я думаю, сейчас самое главное, что есть политическая воля довести это дело как можно быстрее и насколько возможно продуктивнее с точки зрения, а, возврата, сколько можно, и, б, наказания. Это где-то два момента, которые все эти четыре года пробуксовывали, понятно почему. Сами себя никто не хочет сажать. Ну, никто не захочет пойти садиться, взять чемодан и пойти сесть в тюрьму сам. Вот и все. Поэтому это очень важно понимать, что сегодняшнее парламентское большинство и правительство намеренно, настроено по максимуму пройти вперед по этому делу, потому что, ну, это издевательство над народом. И это как бы важно. А уже, что касается невозврата или возврата, то, что эти деньги возложены на наши плечи, к сожалению, в течение многих-многих лет, сколько сможем вернем. Остальное, это уже зависит от наш, от сегодняшнего политического класса, от парламента, от правительства. Как мы сможем, насколько мы сможем быстро поднять экономику, чтобы хоть, чтобы эти деньги возвращались сами по себе. Я понимаю, о чем вы говорите, но у новой власти ведь бесчисленное количество сейчас, судя по всему, получается, будет новых дел. Вот смотрите, сегодня на Совете Безопасности президент заговорил о Ред-юнион Финоса. Очень интересно. Вот там такие формулировки. Да, вот вы понимаете, о чем я говорю? Я просто понимаю, я видел документы, которые просто я не могу афишировать. Мне кто-то вообще говорил, что сделка была подготовлена, контракты уже все, но так и не произошла сделка. То есть они пытались ее продать, но так вроде бы и не, она сорвалась в последний момент, потому что все, они все пошли. Он сказал, что руководство, вот я цитату приведу, здесь важно, руководству страны стали известны подробности сделки, а также имена реальных владельцев энергетической компании. Господин Сусарь, что у нас происходит вот на этом рынке, если вот у нас скрываются какие-то такие вот дела, судя по всему, не очень лицеприятные? Я, к сожалению, не могу раскрыть. Я получил документ, с крифом совершенно секретно, о том, что происходило в 2018-2019 году в банковском сфере, в покупке активов унион Финосы. Там названы фирмы, там названы фамилии. Я не имею права. Я постараюсь, чтобы документы как можно быстрее были десекретизированы. Я надеюсь, что компетентные органы сейчас быстро начнут расследование о том, что там происходило. И общественность узнает очень быстро об этом. Но я вам честно скажу, волосы становятся дымом от того, что происходило в 2018-2019 году. И с участием банков, и с участием страховых компаний, о чем сегодня опять же говорили, и вопрос о покупке унион Финосы. Все это, к сожалению, взаимосвязано посредством различных платежей, которых опять же объединяют общие группы финансово-экономические и общие физические лица. Больше я вам, к сожалению, сказать сейчас не могу, так как я выдам государственную тайну, которую я расписался. Но я очень надеюсь, что как можно быстрее мы рассекретим эту информацию, а возможно, правоохранительные органы наконец-то начнут работать, и народ узнает еще быстрее это. Ну вот такой момент, раз об этом уже говорим вслух, что есть такая проблема, нет ли такой опасности, что люди, которые в этом во всем замешаны, что они сейчас успеют к концу вводу, что называется, нет? Избежим этого? Не знаю. Тут мне сложно сказать, потому что подробностей я не знаю. Занимаются правоохранительные органы. Я очень надеюсь. Мне понравилось, что информация сразу же пришла от компетентных органов, достаточно подробно, профессионально описана. И вопрос только, как на это можно влиять. Меня всегда раздражало во всех этих, я очень кучу этих документов за 13, 14, 15 год изучил. Центр по борьбе с коррупцией, СИС, другие правоохранительные органы. И в конце они пишут «Кутитлуди чизюна, кутитлуди информая». То есть мы вам все рассказали, но ничего делать не будем, мы вас проинформировали. И вот я очень рассчитываю, что вот то, что я видел, это не только информационная записка, но органы начнут уже действовать. Или уже действуют. Или уже действуют. Они информируют о состоянии дел. Да, ну конечно, господин Слуцарь молодец, преподал мастер-класс сейчас всем. Вроде бы как много всего сказать, но в то же время самое важное не сказать. Но мы понимаем. Я, к сожалению, не имею права. Да, магазины «Дьюти-фри» сегодня о них тоже говорилось. Я так понимаю, что до конца ситуацию с этим мы еще не разобрали, мы все не сделали, в каком плане. Придется вам, господа депутаты, вносить поправки, я так понимаю, в закон для того, чтобы не приостанавливать их деятельность, а запрещать. Это правда? Там есть ряд моментов, которые нужно очень правильно по законодательству сделать, потому что там связаны в том числе и с лицензиями. Лицензии не могут депутаты просто законодательным актом как бы отозвать. То есть там есть целый ряд. То есть мы часть законодательства можем изменить, но еще и с лицензированием тоже. Чтобы не забивать голову нашим телезрителям сложными терминами, в любом случае вопрос «Дьюти-фри» концептуально будет решен. Он уже как бы политически, этот вопрос решен. Понятно, что это одна из схем, одна из очередных схем, которая прикрыта уже сейчас. Мы остались оформить ее законодательно и с точки зрения закона. Замечательно. А все ли понесут ответственность, кто предложил эту схему? Очень много мы фамилий, известных в этой связи, слышали. Во-первых, это было, решение было принято в 2012 году. И опять же, это был политический консенс на эту тему насчет «Дьюти-фри» в 2012 году. Во-вторых, мы уже знаем эту информацию, что 75% товаров там завезено контрабандным путем. И государство теряет огромные деньги на этом. и я очень надеюсь, что виновные в том, что это произошло, а также те, кто принимали это решение, понесут ответственность за это. И третье, сейчас самое главное, быстро и в то же время безболезненно для государства с точки зрения финансовых интересов решить этот вопрос. Сегодня, насколько я увидел на бюро, есть решение этого вопроса, которое, с одной стороны, будет легальным, и, с другой стороны, не повлечет судебных исков от тех фирм, у которых лицензии еще действуют. Потому что на это-то и было рассчитано. Мы вам дадим лицензии на десяток лет, и вы даже, если захотите что-то изменить, вы ничего не сможете. Попытки были. Мы сегодня подняли несколько законопроектов еще с 2015-2016 года. Правительство Стрельца пыталось это сделать, убрать, и не получилось. Но сейчас получится. В отношении виновных. Интересно, мы должны понимать, что сейчас вскрываются одна за другим преступные схемы. Министр экономики Бронзал дал приблизительную цифру 22 миллиона. Миллиона долларов или евро в месяц. Мешки денег. Чемоданы несли, госпредприятия несли чемоданами. Мы жили последние вот эти все годы как на Диком Западе. То есть тут пришла группировка, банда, которая грабила со всех сторон. Криминальная группировка. Криминальная группировка, которая грабила со всех сторон, потому что они были безнаказанными. Они закрылись кокон такой от внешнего мира. Внешнему миру там на Западе говорили одно, на Востоке другое. Внутри всех пытались рассорить. Политические там устраивали, сделали так, чтобы было политическое шоу. А сами втихаря создали огромное количество схем и просто высасывали все деньги. Почему? Мы удивляемся, что за эти годы было огромное количество миллиарда евро приходили в зарубежной помощи. Куда они ушли? Вот они ушли. Контрабанда, незаконные схемы, высасывали деньги через госпредприятия и так далее. Теперь, опять-таки, есть несколько процессов, которые мы одновременно запускаем. они не быстрые. Мы делаем как можно, но они не быстрые, потому что мы должны с одной стороны расчищать схемы, но с другой стороны, люди, понимаете, люди ждут от нас и результаты, люди ждут от нас и действий. И люди не ждут от нас сериала, детективного сериала, как будем ловить преступников. Они хотят улучшения качества жизни. Поэтому одновременно запускаются процессы, механизмы, разблокирование финансирования и так далее. Что касается, опять-таки, возмездия, с точки зрения юридического возмездия и справедливости, мы до этого дойдем, но мы не хотим действовать так, как они. Мы не хотим действовать по беспределу и мы не хотим, чтобы нас потом объединяли, что мы такие же, как они. А что касается, что кто-то убежит, не убежит, мы постоянно об этом говорим. В сегодняшнем мире очень тяжело куда-то убежать, где тебя не достанут. Вот Джулиан Ашан, к сожалению, к счастью, для кого-то он герой, для кого-то 7 лет пытался, все равно его вытащили оттуда. Практически нету страны или уголка в сегодняшнем информационном технологичном мире, где... Вот история, маленькая история... так вот скажут, так и деньги нельзя скрыть 100%, как вот, знаете, чтобы вернули буквально до цента, тоже так говорят. Деньги, это немножко другое. Сегодня капитал так легко передвигается по всему миру, что и так легко им его отмывать, что тут немножко другое. Ну, есть, соглашусь, есть вопросы. Но за каждой схемой есть люди. Это правда. Давайте только телезрителям время наше вышло, скажем в конечном итоге все-таки одну приятную новость. Насколько я поняла, что по поводу тарифов на газ, да, и по поводу цен, все-таки после визита господина президента в Москву сказали, что Газпром согласен рассмотреть возможность, да, того, чтобы... Позитивно. Да, это на самом деле очень хорошая новость, потому что... Это еще не финальное решение, но это уже хороший сигнал. Да. Это хороший сигнал? Слушайте, опять-таки, то, что мы говорили еще даже до создания нашего парламентского большинства, еще вот когда были все переговоры, я говорил, что у нас есть исторический шанс, чтобы блококум, да, как часть, возможно, будущего сотрудничества будет решать вопросы деблокирования ситуации на Западе, и в том числе и социалисты, и президент, имея хорошее отношение с Москвой, постарается решить вопросы энергетические. И вот сейчас, слава богу, пока вот все происходит примерно так. вроде бы европейцы деблокировали часть финансирования, вопрос с газом, наверное, решится, вопрос с сельхоз, и господин Слуцарь не даст соврать, тоже должен вроде бы решиться, как бы расширение списка вплоть до ближайшем будущем, или через какое-то время до полного открытия рынка. Так что, это хороший сигнал. Я думаю, господин Слуцарь, еще если вы в тему Молдова-Газ, вот те схемы выйдет. А тут, кстати, мы должны тоже понимать, что та ситуация, до которой мы дошли, она тоже произошла вследствие преступной схемы прошлой власти, потому что математически тарифы нужно было пересматривать, когда Газпром повысил цену на газ. Что они сделали? Они из предвыборных целей полтора года ничего не делали, а использовали прибыль Молдова-Газ как подушку безопасности, которая могла бы по-нормальному пойти в бюджет, которой можно было бы заплатить пенсии, зарплаты. Они этого не сделали, они ее использовали. Всяпу в своих политических электронах. И сейчас довели Молдову-Газ до того, что там денег, опять же, вся прибыль была использована для покрытия убытков, и оставили нам вариант, ну а теперь вы повышаете тарифы. Я уже не говорю о том, что если поскрести, что там делал господин Ботнер, и что мы знаем, что когда он ушел из Молдовы-Газ и был в СИСе, все фактуры, платежки, все все равно ходили в СИС. Не было другого человека. Все равно очень долгое время все документы подписывал он. И когда менялась власть, я уже не говорю о том, как мучили этих людей, палками выгоняя на все митинги Демпартии. Но когда менялась власть, мы же видели, как они стали резко закупать машины люксовые. Всякое то, что нужно, то, что не нужно. Если там покопаться во внутренних резервах, то, что там происходит, там тоже можно найти резервы для снижения тарифа, или хотя бы для того, чтобы не повышать их. Вот с этого и начал президент, кстати. Он говорил, что внутренние источники необходимы. Время вышло, мы немножко перебрали, но мне кажется, что разговор получился интересный. Спасибо вам за то, что вы пришли. Вам спасибо. Вы смотрели программу Дело принципа. Я желаю вам всего самого доброго и доброго вечера.